Не менее сокрушительные страсти будут кипеть сегодня на другой столичной сцене – музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В эпоху большой аутоперы авторы нередко выбирали инфернальные сюжеты. Знаменитая «Сила судьбы» Джузеппе Верди может служить образцом жанра. Команда, работавшая над первой премьерой нового сезона, режиссер Георгий Исакян, дирижер Феликс Коробов и художник Сергей Бархин решили с судьбой не спорить. Зрителю предложат каноническую редакцию шедевра, чтобы доказать при всей архаичности либретто красота в эрдиевских мелодий – это страшная сила. Пожалуй, только хор в этой душераздирающей истории и веселится. Гордость театра хориста бодро меняет посохи монахов на оружие солдат и обеспечивает солистам народную поддержку. Правда, хора в опере могло бы быть и больше, но постановщики решили сократить во втором действии некоторые, как им показалось, составные номера, вводящие в курс дела, сколько лет прошло и в какой стране очутились влюбленные друг в друга Леонора и Альвара, а также их преследователь Карлос. И именно солистам в силе судьбы приходится особенно нелегко. Конечно, это очень сложно, и для пения это очень сложно. Вообще, сила судьбы – это такая лакомцевая бумажка на певческую состоятельность. Поэтому за сценой всегда дежурит фуниатор. Аминокапроновая кислота. Помогли? Ну, просто немножечко смягчить, потому что от волнения немножечко вырыли по рисоку. Сила судьбы – это уже поздний Верди. Когда композитор писал эту оперу, он был итальянским сенатором и брался только за те заказы, которые были ему интересны. В силу судьбы есть, можно так сказать, самая российская из опер Верди. Ее мировая премьера стояла в Санкт-Петербурге в 1862 году. Правда, многое Верди тогда не понравилось, и семь лет спустя он переделал оперу. И именно эту вторую реакцию поставили здесь, в театре Станиславского и Немировича Данченко. Режиссер Георгий Саркян, которому предложили поставить оперу, долго уговаривал не делать этого, по гуманным соображениям. Ведь даже театры из первой пятерки не всегда решат собраться за силу судьбы, перед которой оказываются бессильны многие певцы. Когда уговоры оказались бесполезны, Исаакян появился перед труппой и признался, что в этом нелегком деле он лишь обслуживающий персонал и не стал требовать от певцов, чтобы они совершали какие-то акробатические кульбиты и этюды. Мы пытались в сегодняшнее не очень человеческое время попробовать сделать это как реально о людях. Сейчас все больше делают спектакли об уродах, нам казалось, что хорошо бы уравновесить. Работали три месяца в щадящем режиме, с перерывами. Самая большая сложность – усмирить свой темперамент. Потому что хочется так много сделать, так все донести, все так сыграть, чтобы кровь, любовь и все такое, но, к сожалению, надо держать себя в руках. Партнер Натальи, ее Альвара – новое приобретение театра. Еще одна его авантюра – вести на такую сложную партию дебютанта. Аванс Нажмеддину Мавлянову выдал дирижер Феликс Коробов. Сидя на конкурсе «Глинки» в жюри, он рассмотрел непрошедший на второй тур Мавлянове будущую звезду. Коллеги приняли Нажмеддина Мавлянова сразу. Мы можем смело друг к другу говорить о каких-то, например, пожеланиях. И воспринимаем это довольно все нормально. О ревности я не чувствую. И я сам не ревнивый человек. Впрочем, дружелюбие и веселость за кулисами не в силах преодолеть силу судьбы. Ведь, согласно идее нового спектакля, нет счастья на земле. Елена Казанцева, Кирилл Пальмовский, Новости культуры.